Призыв в армию в декабре 2022 года. Друзья, всем привет! Вы на канале Служба защиты призывников. Меня зовут Гулян Алексей. И в этом видео давайте поговорим с вами о том, что ждать от военкомата, какие могут быть действия с их стороны собственно при призыве в декабре. Именно в декабре 2022 года в связи с обстановкой и всем этим прочим коротким призывом и так далее. Так что если для вас этот призыв актуален, то смотрите видео до конца. Я уверен, что у вас будет больше понимания, как действовать, на что рассчитывать, какие сейчас предпринять конкретные действия. Ну а если останутся вопросы, то как всегда пишите в комментариях под этим видео. Либо лучше всего оставляйте заявку на нашем сайте. Ссылка на сайте есть в описании под этим видео. Позвоним вам бесплатно, вас проконсультируем. Итак, смотрите. Действительно идет уже у нас практически середина декабря. Если вы смотрите это видео, когда оно только-только вышло, либо может быть уже больше половины декабря. И что может быть? Давайте с вами порассуждаем. Во-первых, что у нас есть? В этом году осенний призыв у нас очень короткий. Он на треть короче, чем обычно. Это ноябрь и декабрь. При этом план на призыв сохранился примерно такой же. Он чуть-чуть меньше, чем в прошлом году, но незначительно. 120 тысяч человек у нас все равно должны призвать в армию. Теперь, что еще у нас изменилось? Собственно, изменилось у нас то, про то, что мы уже с вами неоднократно говорили, но каждый раз возникают вопросы, поэтому повторю еще раз. То, что сейчас вас могут призвать практически сразу с медкомиссии. То есть, вот как только вы пришли в военкомат, прошли военно-врачебную комиссию, сразу же прошли призывную комиссию. Если вы годны, и у военкомата, например, намечена отправка на сегодня, то вас могут призвать прямо сегодня. То есть, вы пришли впервые на медкомиссию в военкомат, и все, и ушли в армию. И это сейчас совершенно законно. То есть, в данном случае военкомат ничего не нарушает. Потому что у нас раньше действовал 400-й приказ Министерства обороны, где должны были давать 3 дня до отправки. Теперь этого нет, и теперь есть лишь такое, как правило, 3 дня. То есть, отправка не должна быть там, как правило, ранее, чем через 3 дня, после того, как вас об этом оповестили. Сейчас такого, ну вот по этим правилам, собственно, можно отправить сразу, и не будет никакого нарушения. Пользуются ли я этому военкомате? Да, пользуются. Поэтому, для того, чтобы вы сейчас могли себя максимально обезопасить, то идите в военкомат максимально готовыми. Ну, я про это уже тоже тысячу раз говорил, как бы это банально не звучало. Сейчас вы должны перестраховаться, не знаю, там, по полной, если вам сейчас предстоит военно-врачебная комиссия. И вы понимаете, что у вас по вашим медицинским документам есть какое-то пограничное заболевание, что оно то ли подходит под категорию там Г или В или Д, то ли не подходит. Ну, давайте про Д не будем, если уж чуть-чуть не дотягивает до Д, то, ну, до В, наверное, дотянет или до Г, по крайней мере. Вот. Но, если оно действительно, например, у вас там плоскостопие, там, третьей степени и угол там свода, там, 156 градусов, а оно, собственно, и начинается с 156, то где вероятность, что при обследовании по направлению военкомата там не будет 154 или 155? Потому что, ну, это достаточно субъективно. Вот этот один, там, два градуса, вот. Но это еще с плоскостопием, да, связано. Может быть, у вас есть какие-то недообследованные заболевания, да? То есть вы понимаете, что где-то можно было еще больше пройти обследований и доказать, что у вас, собственно, есть какие-то нарушения? Сделайте это прямо сейчас. Потому что второго шанса может не быть. Вы можете даже не успеть обжаловать решение признанной комиссии, если оно будет, ну, не тем, какое вы считаете оно должно быть. Да, то есть вы с ним не согласны, но сделать ничего не можете, потому что вас уже призвали. Вот. И, собственно, ну и что с того, что вы не согласны? Опять же, ну, у вас просто не будет этой возможности заявить о своем несогласии. Так что, ребят, будьте, как я уже сказал, максимально осторожны. Если у вас есть вопросы, если вы в чем-то сомневаетесь, то обязательно их задавайте. Сейчас не то время, чтобы думать, что если у меня вдруг не получится, то я потом уже буду разбираться с этим сам. Вот, возможно, вот этого второго раза, что я там потом куда-то обращусь, там за советом, еще там за чем-то, вот этого может уже, ну, не понадобиться, да, потому что вы уйдете служить, возможно, с теми заболеваниями, которые у вас не увидят. Да, и еще самое такое неприятное, может быть, для призывников слышать, что очень часто их призывают реально по их же вине. То есть, если вы что-то не донесли в военкомате, если вы не допрошли какие-то обследования, еще что-то, то, ну, считайте, что здесь даже вины военкомата, ну, особо нет. Потому что они приняли решение на основании тех данных, которые вы им предоставили. Если там было недостаточно, то кого винить-то? Винить стоит столько себя. Поэтому, если у вас действительно есть какие-то вопросы, то у нас есть телеграм-канал, в котором мы каждую неделю, вот реально каждую неделю сейчас в течение призыва проводим эфиры с ответами на вопросы. Если вы хотите в прямом эфире получать ответы на свои вопросы, то подписывайтесь, есть ссылочка тоже на телеграм-канал. Там не очень много постов, поэтому там не будет у вас там ничего заспамлено. Но в то же время там есть ответы на очень и очень многие, можно сказать, на все ключевые вопросы. Вы там можете найти и в истории эти ответы. И плюс, на мой взгляд, самое важное, что вы можете получать именно на свои вопросы ответы в прямом эфире. Так что, ребят, воспользуйтесь этой возможностью. Вот, так что давайте резюмировать. В декабре вам, возможно, повезет. И если военкомат уже выполнил план, то вас сейчас точно не призовут. Даже если признают годным, вас оставят, собственно, на следующий призыв. Но заранее вы этого, скорее всего, не узнаете. Второе. Если сейчас план еще не выполнен, и вы попали в военкомат недообследованным, то с очень большой долей вероятности вас призовут. И могут призывать, опять же, с достаточно большой долей вероятности, чем ближе к новому году, к концу призыва, да, напомню, что он до 31 декабря у нас идет, вас могут призвать этим же днем. То есть пришли в военкомат, ушли в армию, и даже никакие вещи вы не собрали, даже все, из военкомата больше не вышли. Опять же, напомню, что военкомат при этом ничего не нарушает, и у вас не будет возможности обжаловать решение призной комиссии. Точнее, формально она, конечно, есть, но в реальности практически невозможно этого сделать. Так что, собираем все медицинские документы. Если есть вопросы, то обязательно консультируемся, если вам не безразлично, уйдете вы, не уйдете служить с вашим здоровьем. Ну, собственно, на этом, ребят, сегодня все. Если остались вопросы или какие-то там любые комментарии у вас есть, пишите их под этим видео, либо оставляйте заявку в нашем сайте, как я уже тоже говорил, позвоним вам бесплатно, вас проконсультируем. Ну, и воспользуйтесь возможностью, вступайте в канал в Телеграме. Там тоже много всего полезного. Вот. Ну, и желаю всем, конечно, чтобы вы достигли своих целей в этот призыв, доказали свои проблемы, и у вас было все хорошо. Ну, а с вами был Гулян Алексей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok